Всем привет, друзья! Сегодня я вашему вниманию хочу представить новинку, которая сейчас появилась в ассортименте сети магазинов Мир Автокресел. Кресло от компании Inglizino Cortesio Ice Size, друзья. Это кресло категории 2-3, с 15 кг до 36, ну по-простому, с метра до 150 см роста ребенка можно эксплуатировать это кресло. Давайте чуть-чуть, потому что вот частенько в комментариях спрашивают, хочу сразу, вес кресла 7,7 кг. Многим просто бывает нужно там с машины в машину таскать и заранее хотят знать вес, чтобы там маме было, без мужа это адекватно сделать. И гарантию производитель дает год гарантию, если вдруг кто не знал, Inglizino это итальянская компания, друзья. Вот, собственно, по самому креслу вообще этот бренд всегда как-то мимо меня проходил. Я не сильно много знал об этом бренде до этого, пока мы не ввели коляски в ассортимент First Buggy первой коляски и в Мир Автокресел не добавили этот бренд. И этот бренд на самом деле, ну, меня очень порадовал, потому что, что коляски у них реально качественные, прикольные, что кресла получились, ну, мое почтение. Хорошая цена. Вот это кресло на сегодняшний день стоит, опять же, по ссылке внизу будет актуальная цена, но на сегодняшний день кресло стоит 17500 рублей. Это недорого для такого класса кресла с такими материалами, с такой посадкой. Ну, сейчас на сегодняшний день это недорогая цена, абсолютно. Хороший конкурент этому креслу там 28000, 27000, там 31000. Поэтому вот очень хорошее предложение по цене и качеству, друзья. Установлена, кстати, тоже усиленная боковая защита, которая гасит энергию удара при боковом ДТП. В общем, с безопасностью все хорошо. Сразу хочу сказать по тканям. Это такой, знаете, мешковатый диван. Вот у меня дома такой есть диван. Я очень люблю такую ткань. Она уютная, приятная, тактильная. И самое главное, она долгоиграющая, долго живет, легко чистится. Стирайте, кстати, ткань до 30 градусов, чтобы она не села, и вы смогли ее обратно одеть, друзья. Это важный момент. И здесь вот, видите, вот по пальцам моим видно, сколько уходит наполнителя туда. Очень мягкое кресло, очень мягкий подголовник. И с комфортом здесь все очень хорошо. Вот, смотрите, максимальная высота. Я когда поднял, оно, видите, немножечко раздвинулось вперед. Тем самым, по мере роста ребенка, оно еще расширяется в ширину. В общем, сюда можно прям богатыря сажать. С этим никаких проблем, друзья. Что касается наклона. Здесь одна из самых комфортных систем наклона. Потому что здесь база, назовем ее так, платформа с изофиксом крепления. И кресло, независимо от наклона, с этого кресла может чуть-чуть наклониться. Но если у вас еще и вот это кресло наклоняется, то вы получите действительно очень хороший угол наклона, чтобы ребенок в дальней поездке хорошо себя чувствовал. Вот, больше чем вот в подобной модели, еще у Максикози есть подобные вещи. Кэжул бренд делает с подобными вещами. Бесейв. Вот, в общем, вот, собственно, и все, насколько я помню. Вот с такой системой наклонно. И только вот в подобной системе можно достичь такого уровня наклона для отдыха ребенка. Поэтому обратите внимание. Так, с наклоном, друзья, разобрались. Все понятно. Само кресло у нас используется, устанавливается с помощью изофикс. Здесь изофикс раздельный. Каждый изофикс с каждой стороны регулируется отдельно. Мы просто защелкиваем до щелчка. Дальше потом можно додвинуть его до конца. Вот. И, соответственно, так наклоняем. Если у вас в автомобиле нет изофикса, абсолютно не проблема. Точно же так же поставили кресло, только изофикс не достаем и им не пользуемся. И пристегиваем ребеночка к креслу с помощью ремня. Ремень является и креплением непосредственно ребенка и кресла. Ремень нужно проводить через направляющие здесь подголовники. А не регулируйте подголовник таким образом, чтобы между плечом и подголовником было не больше двух пальцев. Желательно один палец. И тогда будет правильное положение. Если вы выше поднимете, ремень будет на горле. В ДТП это капец, короче говоря. Так не делайте. Вот. Собственно, вот как я вам сейчас показываю, так же можно пристегнуть в автомобиль, например, на переднее сидение. Вот. И безопасность при этом не страдает. Если вы на изофикс не установили, оно хуже не стало абсолютно никаким образом. Не фантазируйте. Здесь каркас играет самую важную роль. И кресло не летит, не давит на ребенка. Потому что ремни приходят через направляющие. Оно сразу блокируется, фиксируется. И ребенок остается в каркасе безопасности. Поэтому все хорошо. Не фантазируем. Вот, собственно, и все, друзья. Я действительно очень рекомендую. Посмотрите на это кресло. Если не хотите переплачивать, но получить максимум толкового кресла за относительно небольшие деньги. С хорошей посадкой, с классной тканью, с мягкими материалами, то, как по мне, прям неплохой вариант. Можно на него смело смотреть. Напоминаю, ссылка внизу в описании есть. Можете приехать в сеть магазинов Мир Автокресел, помериться, убедиться, что оно реально прикольное. Вот. Ну, в общем, вопросы остались. Задавайте в комментариях. По возможности на них отвечаю. Вот. А вам лишь хочу пожелать сделать грамотный выбор. И удачи на дорогу. Всем пока. Пока.